Апокалипсис, брат, а вместе и сестра. Всем книгам Библии, включая бытие. Часы свободные на чтение и страть, чтоб смысл уразуметь придется попотеть. У самых худших, страшных и кровавых событий всех, что в двадцати двух главах, есть исполнители, зачинщики, кто травят. Им всем не светит оказаться справа. В лабораториях, в пробирках и в ретортах плодятся и хранятся слуги смерти. Их запускают и народы стерты. Полезно это знать и на себя примерить. Легендами пылят фантасты, чародеи, шаманы, колдуны, слепые экстрасенсы, о ядоках ненужных парадеют, столкнут планету к эпикризу в Сепсис. У Бога свой иной неизвещенный план, направленный к спасению поверивших Ему. Изобретение надвое, все дико пополам. И что избрать на пользу, люди не поймут. За голодухой будет бледный конь скакать, и смерть и ад проявят совсем зримо. Все беды бывшие умножатся сто крат, из предреченного ничто не минет мимо. Мы не минуем страшных катастроф, творимых гением создателя отвергшим. Реальный фон жесток, свиреп, суров, на землю беды ринутся, как шершни. А верующий в истинность свободы во Христе, при катаклизмах, сварах, перепоях, не убоится паники и слухов новостей, он ничего и сказанного в Библии не скроет. Не бойтесь тела губящих, не бойтесь, души же немогущих от Бога отвратить. Земля есть труп в грехах, а беды гости. Армагеддон грядущий предваряет грипп. 21 мая 2009 года Время